Фальшивая купюра достоинством 5000 рублей попала на экспертизу криминалистам в начале марта. Ее обнаружили в одном из отделений банка. Пока следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, эксперты-криминалисты определяют, каким образом подделана банкнота. Когда купюра на руках, очень важно посмотреть на просвет, введенную знак. На купонном поле на просвет видно, с одной стороны, изображение портрета человека, в зависимости от купюры, там разные исторические личности изображены. А на другом купонном поле номинал купюра. Крупные банкноты обычно печатают большими тиражами, способов подделок множество. Специалисты ведут специальную картотеку, благодаря которой выявлено до 100 вариантов изготовления фальшивой купюры одного номинала. Защитная нить, кип-эффект, метки для людей со слабым зрением. Большую помощь в определении подделки может оказать номер банкноты. Сложить в районе номера купюра и провести ногтем. А если осыпается, значит подделка. Настоящие деньги никак не реагируют на это складывание, на механическое воздействие. Мелкие купюры фальшивомонетчики печатают на простом струйном принтере. Экземпляров подделок за раз выпускается немного. Отличить такую банкноту от настоящей очень просто. Краска на ней расплывется от воды. Послиняйте пальчик, протрите, вот оно если размывается, там те картинки, неважно, текст. При большом хождении, если долго потерпеть, она уже видна, сама уже без воды размывается. Самыми подделываемыми считаются купюры достоинством 5,1 тысячи рублей. Чаще остальных встречаются фальшивки банкнот нового образца. Злоумышленники пользуются тем, что люди еще плохо знают, как должна выглядеть купюра, и не осведомлены о способах ее защиты. Гражданам надо быть всегда внимательным при оплате наличными денежными средствами, в том числе в магазинах, на рынках, также при получении зарплаты, либо какими-то иными там обменными способами в банках. За сбыт фальшивых денег законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. С более подробной информацией о том, как отличить фальшивую купюру от настоящей, можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка России. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.